В столичной гимназии номер 5 появился новый класс, класс дипломатии. Это специальный проект, который подразумевает факультативные занятия по основам дипломатической деятельности. Онлайн-лекции, семинары с ведущими специалистами этой области. Поддержал начинание школьников и председатель комитета по международным делам Совета Федерации России Константин Косачев. Ребят, собравшихся в зале, волнуют далеко не детские вопросы. Непростая ситуация во Франции, выявившая разные точки зрения людей на понятие толерантность. Конфликт Евросоюза и Исламского мира в попытках найти мирное решение ставшей вдруг такой больной национальной темы и попытки оцензуривания интернет-пространства. Все они побывали во многих странах мира и были удивлены некоторыми стереотипами мышления своих сверстников за рубежом. Например, Лиза Ярко весь прошлый год прожила в США по программе обмена. В школе мне были заданы вопросы, как, например, существует для России интернет, как я передвигаюсь между локациями. Например, если у меня выбили телефон, как зовут моего ручного медведя, что самое очень абсурдное. То есть у многих особенно, не могу говорить, что у всех, но у многих сложилось такое впечатление, что действительно по самым таким распространенным и наигранным стереотипам, что в России живут люди, которые ходят в шанглор, живут в воздух регулярно и живут с медведями. И я бы хотела, чтобы, во-первых, этого стереотипа не было, а во-вторых, меня очень задело такое отношение к русской культуре, наверное, к национальности больше. И поэтому у меня есть такое предложение, что вот в рамках проекта «Колазная дипломатия» провести, может быть, лекцию или семинар, или круглый стол, который назывался бы «Я гражданин России», который вызывал бы у детей и у подростков чувство патриотизма и гордости за нашу Родину. Я думаю, что у России такая история, многовековая, такой опыт, мы через столько прошли, а наши люди совсем не гордятся своей страной. Мне из-за этого обидно, поэтому я хотела бы, чтобы часть этого проекта могла что-то изменить. Вот здесь я не склонен обвинять никакую там мировую закулису, что это, так сказать, кто-то против нас чего-то делает. Это уже вопрос к нам самим. Это мы должны для себя определить, кто мы такие, и готовы ли мы гордиться нашей страной и всем показывать, что мы русские. Даже если мы в этот момент чуваши, татары, так сказать, или евреи, пожалуйста. Создать мировой пол независимых журналистов, развивать программы обмена между странами, написать письмо президенту чужой страны. Идеи сыпались одна за одной. И пусть многие из них пока далеки от реализации и выглядят немного наивными, важно другое. В ребятах есть потребность лично повлиять на мировую ситуацию. Сенатор от Чувашии и экс-глава Россотрудничества в одном лице принял предложение ребят стать условным классным руководителем первого дипломатического класса пятой гимназии. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика.